Всем привет, ребята! Ну что, у нас опять захватила новостную ленту волна вот этих вот этнических ОПГ, малолетских пока что, малолетских. Почему пока что, сейчас объясним. Смотрите, у нас опять в Белгороде нападение, сейчас мы всю информацию проверяем, ищем потерпевших. Там арабская группировочка студентов. У нас в Якате постоянно исполняют, у нас в Санкт-Петербурге недавно было, да, вот у нас недавно было в университете, где там товарищи с флагом Азербайджана прошлись по этажам и кричали, что пора русских как бы валить. При этом преподаватели, ой, не преподаватели, преподаватели бьют тревогу, а ректора, заведения директора, они, естественно, для того, чтобы соблюдать вот эту многонациональную повесточку, не имея понимания, что национальная Россия никакого отношения не имеет ни Азербайджан, по сути, ни Армения, ни Таджикистан, ни Кыргызстан, они не входят в Российскую Федерацию. Это отдельный государство со своим укладом, правильно? Вот. А они почему-то постоянно эту хрен всю спускают на тормозах и говорят, что все было не так, это туда пошел, это зашел туда, это туда вышел, все было не так. Но прикол в том, что это именно, именно конкретное создание ОПГ. У нас, вы смотрите, да, пять лет назад я им кричал, говорил про миграционную политику. К чему она приведет? Привела. Теперь все разгребают последствия. Мы тоже. Как наша работа, как деятельность, мы тоже разгребаем эти последствия. Сейчас всем откровенно говорят, и я все колокола бью, что создаются этнические ОПГ пока что из малолетних. Запомните, малолетки самые жесткие типы. Самые жесткие типы. Потому что ответственность не понимают, жестокость максимальная. Вот. Их намеренно создают, их курируют, им выдают оружие. Есть, которые сами по себе что-то там бегают, дерутся на этажах. А есть, которых уже курируют, их уже обучают. И там везде, сука, присутствует, что ваххабизм. Мне вот недавно дали бумагу одну. Она у меня дома лежит, если что могу потом выложить. Был съезд, короче, муфтия где-то в 19-м, по-моему, году или в 20-м году в Москве. Все самые образованные, прошаренные муфтии собрались пообщаться по поводу разных вопросов, включая ваххабизм. Все вот эти прошаренные, мудрые, умные муфтии не знают, что такое ваххабизм. Ну, типа не знают. Они пользуются тем, что нет юридической, как бы, данности. Нет юридического понимания, что такое ваххабизм. Есть понимание, но нет, как говорится, де-юро. И они этим пользуются. Они говорят, мы не знаем, что это. Ну, вы дайте этому форму. Мы будем когда понимать, что это такое, мы с этим начнем тоже бороться. Вопрос, когда дадут этому форму? У нас уже на новых территориях, ДНР, вот вчера, ФСБ арестовало двух типов, которые конкретно, мигранты, конкретно занимались пропагандой ваххабизма и собирались устраивать террористические акты. Это мы русский мир принесли на новые территории? Я этот вопрос задавал еще, когда был маленький, когда я видел, что его строят. Вообще просто туда завезли. Таджиков, кыргызов, узбеков, семьи, бабушек, дедушек завезли автобусами по зеленой военной линии. Ну, военка. По зеленке там по-другому не проедешь. Курировать должны в любом случае военные, потому что все-таки новые территории. И там уже, сука, они в итоге теперь там, на новых территориях, наши же пацаны, которые сейчас там создают новую власть. Я многих пацанов очень знаю, кто в разных регионах сейчас руководит созданием, как говорится, новой власти на новых территориях. Им теперь приходится еще и по этим вопросам работать. То есть там есть шпионаж и терроризм с украинской стороны в любом случае. И теперь еще мы сами завезли вот этих типов, и мы не знаем, что такое ваххабизм, но мы теперь с этим боремся. Так вот, мы скоро будем бороться с конкретными этническими ОПГ, которые будут действовать по этническому принципу, и самое главное, по вероисповедальному признаку, именно через призму ваххабизма. Вопрос, вы куда смотрите? Ну, все об этом бьют во все колокола. Знаете, мне уже бесит вот эта хрень, когда нет пророков в своем отечестве. Вот я столько об этом говорил заранее. Но я-то человек такой синький, поэтому меня хер кто услышит. Но, по крайней мере, работу мы не бросаем. И вот у нас нет понятия ваххабизма, но у нас есть этнический ОПГ. Вот сразу вопрос будет у людей. Да, Миша, ты сейчас взял, обозначил проблему. А решение есть? Есть. Решение есть, которое сработает в течение полугода, можно года. Первое. Полностью упразднить все диаспоральные ячейки в стране. Вообще ни одной. Все. Почему они все в Таджикистане так не ведут? Да ушатают их. Почему в Азербайджане, в Армении? Да ушатают их. А у нас можно, потому что хрен кто знает, что такое ваххабизм. Потому что есть лоббисты миграционной политики. У нас есть губернаторы такие, как губернатор Петербурга, Ленинградской области. Который конкретно в Кентах, все это просто знают, что он конкретно в Кентах с главой азербайджанской диаспоры. Что там по поводу азербайджанцев все вопросы давно закрыты и обсуждены. Плюс ко всему дорога на Мурманск. Помните, мы бились за город Кавдор, Мурманская область. Тоже азербайджанская диаспора. Там одна большая ветка, все двигаются между собой. Там и чибис все водой компашки. Вот. Говорил, 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 говорил. Ни хера не происходило. Вот у нас сейчас начинаются последствия. А потом у нас будут дичайшие последствия. Поэтому все диаспоры должны быть обязательно упразднены полностью. Полностью. Даже если они начнут говорить, что они собираются заниматься танцами. Нет. Все, блядь. У себя дома, ребят. Объединяйтесь, занимайтесь, развивайте свою культуру. Вот мы у себя на территории. Объединились, развиваем свою культуру. Помогаем правоохранительным органам. Поддерживаем СВО. Развираем патриотизм. Никому ничего плохого не делаем. Понимаете? Вот стараемся, короче. А вы давайте-ка у себя дома. А раз вы здесь, то, пожалуйста, русский язык всем изучите. Я сейчас не говорю не только про мигрантов, а также, что касается представителей Азербайджана. Я тысячу раз говорю, почему вы в третьем-пятом поколении живете в России, вот до сих пор дикий акцент, и вы везде со своим флагом Азербайджана. Может, тогда живите в Азербайджане, если вы такие дикие патриоты Азербайджана. Что же вы здесь тогда делаете? Обогащаемся. Раз обогащаетесь, вас все устраивает. Живите по определенным правилам, которые существуют здесь. Но нам придется вас заставлять соблюдать эти правила. Заставим. Если вы слов не понимаете. Мы будем долбить своих, кто вам помогает. Тоже готовьтесь к этому. Мы вас будем долбить, вы будете продолжать себя так вести. А все остальные структуры и все, кто имеют власть имущие товарищи, вы обратите внимание, потому что потом все это выхлестнется на улице, и вы хрен с этим разберетесь. Вы потом к нам же пойдете. И мы к вам сами пойдем и скажем. Ну что, что делать-то будем? Уже понятно все, но что делать-то будем? Так давайте, может, не будем доводить до состояния, когда уже понятно все, уже жопа. Давайте вот сидим в доме, который вокруг нас горит, такие, вот тут прямо, мы говорим, ну что делать-то будем? Стены тушить или так пообщаемся? Всем остальным скажу следующее, нашим. В связи со всем тренируйтесь, развивайтесь, объединяйтесь, приходите в Северный человек, занимайтесь спортом, знакомьтесь с ребятами, обменивайтесь контактами. У нас же целый чат отдельный, там ребята занимаются. Вступайте в Северную дружину, вот документы, вот буквально через неделю мы все подписываем. Мы же все для вас делаем, все же предоставляем. Все предоставляем. Тренировки, ножевой, стрельба, медицина, тактика, психология, мы все для вас делаем, приходите. Я потом попозже выложу еще все каналы Северного Человека, которые сейчас есть, города еще добавляются. Вот, поэтому приходите, будем вместе заниматься, двигаться. Но, как бы, начеку нужно быть. По поводу ЛПГ формирований, бомбанет дико. Дико будет, будет просто пипец, что. Учитывая, что вернутся наши зубастые пацаны со СОО, тут такое начнется, что охренеть. Ну, а всем нужно подождать, да? Всем же нужно подождать, чтобы потом разгребать. Весело. Все как всегда. Работаем. Всем большое спасибо.